Вот уже три недели Илья Смирнов регулярно приходит обследоваться в поликлинику. Врач осматривает пациента и дает ему новые рекомендации. Закрывать больничный лист заведующая поликлиники номер 7 Ирина Спирина не торопится. С момента трагедии прошло уже три недели, но молодой человек до сих пор окончательно не восстановился. Полученные травмы по-прежнему дают о себе знать. Из-за сильного удара все еще болит спина, иногда беспокоит голова и шея. Напомним, 19 марта в многоквартирном доме по улице Зеленой произошел взрыв бытового газа. Будучи в состоянии шока, Илья бросился на помощь пострадавшим. Доставал людей из-под обломков бетонных стен, пытался спасти вещи и документы. На собственные раны обратил внимание не сразу. На скорой помощи его увезли в отделение травматологии, где он провел четыре дня. После выписки под патронаж Илью взяли члены общественного совета проекта «Химки. Интересно жить». Татьяна Борисова и Ирина Спирина. Самочувствие улучшилось, как и настроение улучшилось. Он вышел из этого кризисного состояния, в котором находился сразу после случившегося. Естественно, его можно понять. То, что много людей участвуют в его жизни, помогает его. Он чувствует, что он не одинок. И тем самым у него состояние именно эмоциональное улучшилось. Сейчас Илье необходима помощь стоматологов. От удара во время взрыва ему выбило зуб. Так как молодой человек работает с людьми, ему очень важен внешний вид. Заведующая стоматологической поликлиники Татьяна Борисова вошла в непростое положение пострадавшего. Спустя пару дней Илья приехал в Химкинскую стоматологическую поликлинику. Татьяна Борисова встретила пациента и лично провела его по всем кабинетам. Его врачи, ортопеды наши осмотрели. Им понадобится лечение терапевтическое и ортопедическое лечение. Сделали рентгенографию сегодня, ортопантомограф. Начнем лечение. Врачи проводят все необходимые манипуляции перед главной процедурой – протезированием. Мы сделали слепочек для изготовления культевой вкладки. Это один из методов восстановления зубов, когда перелом коронковой части почти полный. Для того, чтобы в последующем нам восстановить зуб коронкой. Стоматолог-ортопед гарантирует – уже через пять дней Илья снова сможет улыбаться во все свои 32. Под пристальным контролем медиков Илья пробудет до тех пор, пока полностью не поправится. Сейчас молодой человек занимается юридическими вопросами. Собирает документы для получения выплат как пострадавшему. В этом ему тоже помогают наши врачи. Со своей стороны мы сделаем выписку из амбулаторной карты о его состоянии здоровья. Подготовили мы выписку из стационара, копию документов. Полис оценил все, что нужно, касаемо для судебно-медицинской экспертизы. Он должен предъявить, что действительно, да, он был госпитализирован в больницу. Он выписан на дальнейшую реабилитацию, на дальнейшее амбулаторно-поликлиническое лечение. Он получает это амбулаторно-поликлиническое лечение и какие препараты ему были назначены. Благодаря такой поддержке Илья не падает духом. Вот-вот должны выписать из больницы его девушку. Из-за карантинных мер он не видел ее со дня взрыва. Говорит, вместе справиться со всеми испытаниями будет гораздо легче. На месте взрыва по-прежнему работает добровольческий штаб, который возглавляет еще один член общественного совета проекта «Химки. Интересно жить» Николай кашников. Добровольцы с первой минуты помогали пострадавшим жителям. Собирали для них необходимые теплые вещи, средства гиены. Добровольцы находятся на связи с пострадавшими и помогают в решении бытовых вопросов. Нина Бережная, Руслан Сафин и Николай Забродин. Новости Химки-ТВ.